всем здравствуйте продолжаю следующий день следующие работы это вот засохший битумный лак на котором я должен что-то вытворить то есть такое руками вот так как я не художник и помочь мне кому сделал такие вот наброски может попробую что-то повторить то что я наваял может быть что-то сейчас еще я не знаю я не знаю вот честное слово приходится рисковать потому что если испорчу сами понимаете детский сад на серьезном клинке то есть будет выглядеть ну чтож приступаю посмотрим в общем так художник я не еще раз повторяюсь никакой это еще раз очередное подтвердилась отсутствием результата с протравкой вот этой вот только зря время потерял она мне больше не надо вот видите все зачистил единственное что осталось писулька вот такая вот от протравы вот так вот но все бритвку собрал бритвку заточил интересно себя повел ремень ух ты с торца то мы по увидим увидим вот так вот вот вон там наш варкал мне то если на отброски посмотреть наш варкал маленько на лезвие вот за . выглядит вот так в общем то нормальненько почти идеальник идеально ровная то есть вот тут чуть вроде какой то есть маленькая разница вот так что нам сделать волосы пробить давайте порубим вот наверное так так где у нас волосок блин все что-то их сдувало ладно беру очень далеко очень даже очень не очень ведь наверное распускала как сейчас опять тоже не показать то там вот волос распущенный только распускает рубить особо вот отрубила рубить особо не любит распускать только давай опа пошли кудряшки еще разок протащим на 2 опа еще на 2 отрезал уже он кудряшки ведь на бритве пока свет включу может так будет видней сейчас плени возьму подальше чтобы от бритвы был волос тренировки тренировки еще раз тренировки до распускать ну вот стоило похвалиться но какой-то гнут еще попался ну-ка давайте-ка его как-нибудь возьмем так что он побыстрее трубился и мы пришли к острому краю вот раз трубить получилось два и вот ну и кудри блин так она откусывает еще попытку откусила сейчас раз очень распустим волос кончился вот так вот все несу в сторону сайта вот так вот давайте вот покажу вам ну что хочу еще сказать пару слов о том и все о том о чем это что давайте начну с заточки если честно мне заточка убивает конкретно много времени прям конкретно много времени вот и если бритовка какая-то там из прошлых которые я раньше затачивал только на пред финиш и вы захотите взять и довести сами на финише буду рад буду рад сделать скидки только за то чтобы у меня просто вот не убить еще пример полдня день на этой заточке дальше ну про камни я вообще молчу блин купишь блин тысяч на десять блин глядишь через пару месяцев их уже почти нет опять закупать это все ладно фигня другое по фреймбейкам тырым пам 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 что я скажу ну очень трудоемко в производстве очень трудоемко так как фреймбейк то есть то есть было бы он составляющимся полотном лезвием было бы попроще но тут с псевдо конечно да та еще машинка над которой нужно работать и работать и работать но это нас не испугает и поэтому продолжу делать такие варианты единственное что только это будет помалу долго но и не особо дешево производство вот именно фреймбеков поэтому это не очень-то и радует вот это не радостное принципе для меня мысль о том что это не получается как то там подешевле попроще еще что то но что делать мы не ищем легких путей поэтому будем дальше биться об стену как говорится головой в этом направлении и продолжать что то что еще выпускать выпускать еще раз выпускать вот а ту предыдущую которая была с разной высотой полотна ушла забрал ее человечек один дай бог она не будет никаких там приносить ему неудобств думаю так и будет да будет так как говорится есть еще один момент по выпуску бритв кованых но не закаленных но на данный момент ведутся тесты по заточке по бритью именно таких уже вот бритв которые не проходили термообработку тексты проходят не то есть не на себе их провожу потому что на мне это бестолковое занятие вот с моей щетины это не прокатывает ну как не прокатывает я брился сравнивал примеру с французской бритвой которые два с половиной века от роду и они показали себя на одинаковом уровне не знаю там закаленные не закаленная французская бритва и не закаленные моя поэтому пока еще совсем не отказался от этого направления и посмотрим посмотрим ну что ж думаю все сказал в принципе показал давайте еще похвалюсь наверное новая вырубка теперь шайбочки будут не четыре с половиной миллиметра ну где нужно на узких бритвах а три с половиной это вроде бы звучит не круто то есть один миллиметр как бы да ни о чем но визуально это будет конкретно заметно конкретно меньше просто мне сейчас нужно эти будет приспособы на фрезерный станок воткнуть на свой и сделать пазы сделать рассверлить выход вот все это подогнать чтобы шайбочки там вылетали рубились все как по уму было вот технологично так сказать ну тут много о чем можно говорить много что можно показывать рассказывать но это обзор какой-никакой обзор коротенькие пускай бритвы уже получившегося на 99 процентов получившегося фреймбэка да может кто не смотрел предыдущие видео почему на 99 и 9 потому что видите ширина захода с лезвия заметили какая шина опа а тут чуть-чуть другая видите пошире оп поуже да разница вообще ни о чем конечно ну вот этот вот один процент она скрадывает вот кому-то это важно и все и все и все ну да и давайте еще раз покажу как это все выглядит тут этого рисунка теперь нет который пытался сделать вот насечка шикарная мелкая и цепляющая такая цепляющаяся цепляющаяся цепляющая все отправили на сайт какой ценник ставить даже не знаю вот той у которой была с пробником которая была та висела на сайте недолго висела за 3 тысячи ну сами понимаете то есть у меня паковка стоит в несколько раз дороже вот так вот не знаю так ли все делаю правильно ли стоит ли делать столь дорогостоящие моменты не знаю может быть и стоит ладненько вам думать вам решать ну я как говорится проскину мозгами по этому поводу все пока увидимся увидимся вот 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 вот